МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сцене Воронежского концертного зала прозвучат стихи и песни. В военных лет концерт получил название «Дорога к победе». Расскажите подробнее о программе. Дело в том, что майские праздники – это всегда долгожданные праздники. Их ждет не одна организация. У нас несколько театров, у нас есть и библиотеки. Все как-то по-своему готовятся. Все хотят себя проявить и в этом поучаствовать. Почувствовать свою причастность к этому великому празднику 78-го годовщины. Пусть не юбилей, но для нас каждый год это уже долгожданно. Это уже на генном уровне. Поэтому, безусловно, Воронежский концертный зал под моим руководством не остался в стороне. Несмотря на то, что у нас первая половина мая достаточно плотная. Там расписано по мероприятиям. Я об этом еще сегодня скажу. Но дело в том, что я очень хотел, чтобы у нас что-то состоялось. Что-то красивое, хорошее, правильное, нужное, с хорошим посылом. И поэтому изначально было выбрано 5-е число. Но дело в том, что нам фактически не так давно сообщили о том, что тот долгожданный пасхальный поезд с Валерием Гиргием, он все-таки к нам приезжает. И это будет именно 5-го числа. Поэтому начали что-то перестраивать, кроить как-то. Но удалось волшебным образом все-таки освободить день 4-е мая. Весь день. Весь день, да. Кстати, ни один концерт. Ни один концерт. Изначально планировался только один концерт. Что это должно быть в 19.00. Это распространяются билеты. В принципе, они идут в продажу. Мы специально ставили небольшие ценники. То есть это от 300 до 600 рублей. Лишь с одной целью. Потому что у меня изначально была задумка, что мы не зарабатываем на этом. Нам хотелось, чтобы те средства, которые нам удастся собрать, мы смогли отправить в помощь, в поддержку мобилизованных ребят Воронежской области. Концерт носит благотворительный характер. Да. Изначально такая была установка. То есть даже до того, как составлялась программа, до того, когда назначались артисты, которые там будут принимать участие, до разговора с симфоническим оркестром, первое, что у меня возникло в голове, что все средства мы не должны с этого зарабатывать. Мы должны... Потому что есть другие мероприятия, которые коммерческие и так далее. Но вот именно это, то, что приурочено к 9 мая, то, что является, в принципе, данью памяти нашим дедам, прадедам, которому каждому... Ведь каждая семья затронула та Великая Отечественная война. И это видно всегда по бессмертному полку, который всегда выходил на улицы в огромных количествах. Просто я не понаслышке знаю, что вот в 2011 году эта акция стартовала, как бессмертный полк. В 2014 году она эту эстафетную палочку подхватила Воронеж. Вот только три года спустя. Но за все эти годы, вот начиная с 2014 года, на улицу вышло более четверти миллиона людей. Это серьезная цифра для нашего города. Поэтому... А если взять по всей России, то это миллионы и миллионы людей. Поэтому, безусловно, этого праздника с детства мы ждем. Потому что День Победы, это когда еще были живы. Мой дедушка был жив. И мы все собирались за столом. Он рассказывал какие-то истории фронтовые. Это всегда было интересно. Это, я говорю, это на генном уровне. Мы, мальчишки, любимые. Да и песни мы все знаем. Песни мы все знаем. Мы любили играть в войнушку. Потому что, ну, все было на этом завязано. Я, в конце концов, вырос в военной семье. И мой папа прошел Афганистан. И поэтому мне это очень близко. Мы даже немножко поменяли на майские праздники логотип Воронежского концертного зала. Если будет кому-то интересно, то можно просто на сайт ВКЗ зайти, и вы увидите в левом уголочке несколько другой, не совсем привычный знак. Но он специально сделан именно на майские праздники. Я как-то посидел, порисовал, потом попросил художников хороших, чтобы они это оформили уже в том виде, каком это должно быть. И у нас это получилось на фоне Георгиевской ленты. Ну, я буду... Небольшая интрига. Просто будет лишний повод зайти на сайт Воронежского концертного зала. Поэтому, когда эта мысль возникла, что мы должны вот в это непростое время, когда и наши друзья, и наши близкие, знакомые, кого мы знаем, которые сейчас находятся не здесь, они находятся на передовой, кто-то находится на первой линии. И, в принципе, ребята, они подхватили вынужденно, подхватили вот это знамя победы. И кто знал, что вдруг в 21 веке фактически на славянской территории вновь покажутся вот эти танки с фашистскими крестами и так далее. Поэтому это, наверное, в голове ни у кого не укладывалось. Но это так, это факт, это данность. И поэтому сейчас они находятся там, они выполняют свой долг. И мы, нашей творческой стороны, должны быть как-то причастны к этому. А у нас участие только может быть одно, это какая-то посильная помощь. Ну да, а что мы можем сделать здесь? Мы поем, мы читаем стихи, мы что-то прекрасное несем тем поколениям, которые будут сидеть в зале. И это как одна из основных задач. А вторая задача — это просто собрав деньги, помочь ребятам на какие-то нужные... И, безусловно, все документы, которые... То есть у нас было одно письмо, для меня, конечно, очень странное письмо, которое было на сайт, объявите, пожалуйста, сколько будет средств конкретно отправлено туда. Ну то есть, видимо, кто-то сомневается в этом. Для меня это, конечно, удивительно. Потому что у меня это в голове не укладывается, я воспитан по-другому. Поэтому, конечно, безусловно, все документальные, подтверждающие все документы, они будут выложены на сайте сразу же, как только это произойдет. А куда будут направлены средства? Есть уже адресат конкретный? — Мы сейчас, понимаете, у нас каждый год проходит такой проект, как «Русское лето». И я сейчас с организаторами очень плотно взаимодействуем, потому что оно будет не летом в этом году, оно будет осенью. И это будет с приглашением Сергея группа, и какие-то кавер-группы, рок-группы. Ну то есть какой-то интересный проект заворачивается. Но это следующая тема для беседы, и это еще есть время. Но, тем не менее, я просто с организаторами общаюсь, а ребята очень конкретно сейчас работают с специальной военной операцией. Практически со всей передовой, с тылом и так далее, по гуманитарной помощи. И поэтому они прекрасно понимают, где большее скопление в каком-то сейчас участке. — Как раз необходимо. — Даже нет воронежских, именно воронежских мобилизованных. Потому что здесь у нас... Мы не можем разделять, конечно, воронежские, питерские, московские, волгоградские и так далее. Они для нас все родные, ребята. Но, тем не менее, мы воронежцы, там воронежцы. И как-то вот по-свойски немножко помочь чем-то. Хоть немного, но я думаю, что у нас это получится. Потому что, в принципе, у нас уже есть статистика, есть определенное количество проданных билетов. А тем более, коль мы договорили о 19.00, для меня было очень приятным, то, что на этот концерт обратили внимание школы наши, педагоги, воспитатели, по воспитательной части преподавателей. И они поговорили с ребятами, у ребят возникло огромное желание быть свидетелями всего происходящего. А самое главное, принять участие именно в этой благотворительной акции. Потому что они понимают, что те денежки небольшие, которые они отдадут за билет, они отправятся по необходимому. А есть ли еще шанс купить билеты? Или уже аншлаг? Ну, то, что касается 3 часа, там нет возможности. На 19 часов, по-моему, там немного есть. Поэтому я с удовольствием приглашаю, тем более, что я сам лично буду принимать в этом участие, как актер. То есть я буду петь, я буду читать стихи. Я постарался пригласить туда, ну, очень близких мне по духу людей, с которыми мне приятно и в жизни общаться, и которые очень творчески одаренные. Их, в принципе, знает не только город, и область хорошо знает. Я просто могу их перечислить. То, что касается... Да, давайте подробнее. Кто исполнитель и кто будет на сцену. Ну, основа, потому что у меня была задумка не использовать в этом концерте вообще никаких записанных минусовок. Я решил это сделать всю программу чисто под симфонический оркестр. Поэтому основа, база, фундамент всего этого концерта, это, конечно, будет симфонический оркестр Воронежского концертного зала. Потрясающие ребята, талантливые. Я их слышал, ну, не только я, и многие слышали в разных абсолютно программах. Я думаю, что... И в разных концах нашей страны. Да, это будет очень интересно. То есть под руководством маэстро, заслуженного артиста России, Юрия Андросова. И туда будут приглашены какие? Из коллективов. Это будет только наш коллектив, если мы сейчас про массовые говорим. Это коллектив Фермата, эстрадный хор. Я им поручил несколько песен, причем им некоторые пришлось даже вот разучивать. Потому что в этом концерте будут не только песни тех времен, не только Великой Отечественной войны, но и песни, которые написаны через призму современности. То, что сейчас происходит, это и Родина Трофимов, это и песни «Возвращайся». Но я не буду открывать всех карт, потому что это будет интересно. Просто здесь очень будет тесно сплетено время Великой Отечественной войны и того, что сейчас происходит. Потому что это как преемственность поколений, это как то дело, которое мы должны доделать, наше уже поколение. Поэтому это эстрадный хор Фермата, это будет солистка Воронежской филармонии Елена Старкова, это будет солист театра оперы и балета Иван Кураев. И есть замечательный вокалист, прекрасный, которого я неоднократно слышал, Денис Нежильской. Но дело в том, что Денис, он сейчас уже квалифицированный врач. И он работает, насколько я знаю, могу ошибиться, но, по-моему, это областная клиническая больница. То есть профессиональная деятельность несколько отличается. Да, и он, когда еще учился, он активно принимал участие в концертах, он лауреат многочисленных премий по вокалу. И я ему даже говорил, Денис, ну как же так? Ну у тебя такой талант, у тебя такой дар. Но нет, человек выбрал себе медицину. Поэтому, как всегда говорят, медики лечат физически наше тело, а артисты лечат его духовно. Вот Денис Нежильского, он, мне кажется, совместил два в одном. Поэтому он поет просто превосходно, великолепно. И его наши зрители услышат. И плюс ко всему он еще и замечательный доктор. Поэтому у нас еще будет Марина Безбородова. Это тоже солистка театра оперы и балета. Ну и, собственно говоря, ваш покорный слуга, который тоже будет в этом принимать участие. Мы пригласили на этот концерт. Нам удалось пригласить героя России. Это Александр Пономарев, он глава Каширского района. Поэтому, скорее всего, это будет как раз концерт 19-часовой. И у него будет возможность обратиться к залу, ближе к финалу нашего концерта. И я думаю, что зала будет интересно услышать несколько фраз из уст этого замечательного человека. Героя России. Ну, резюмируя, 15 или 14. 14 или 15.00? Время? Да. Нет, первый концерт 15.00. Но он будет... Получилось так, что он у нас такой целевой концерт. Потому что он не планировался. Просто так к нам обратилась и не одна школа. Это и Кольцовская гимназия, и Басовская, и еще ряд школ, которые организовали. Это школьники, это дети, которые придут. Это полный зал. И мы для них отработаем этот концерт. Ну, а потом уже сделаем небольшой перерыв для себя, для артистов. И в 19.00 мы уже отработаем его для... Ну, как мы и планировали изначально, собственно. Ну, и уже 5 мая на следующий день еще одно большое событие в концертном зале, о котором вы уже упомянули. Валерий Гиргиев снова посещает Воронеж. Там, я так понимаю, аншлаг. Там аншлаг. Потому что я еще раз говорю, то есть он всегда приезжал, ну, ориентировочно. Это проект, который называется «Пасхальный поезд». Об этом уже слышали, и кто-то был и зрителем этого мероприятия, долгожданного такого мероприятия. Потому что поезд движется по населенным пунктам. Воронеж занимает здесь тоже одно из ключевых мест. И его всегда здесь ждут. И ему здесь очень нравится прибывать и концертный зал. Ему площадка нравится. Он уже не впервые здесь. И нас настраивали на то, что это будет 1 мая. Но фактически где-то в середине, наверное, апреля, во второй половине, нам сказали, что, к сожалению, в этом году, наверное, вряд ли получится. Ну, мы немного расстроились, конечно, потому что действительно ждут этот проект и это событие для нашего города абсолютно. Учитывая авторитет и талант, и мастерство и оркестра Мариинского театра, ну и в частности Валерия Гиргиева. Но, наверное, недели за две нам объявили о том, что нет, все-таки получается. Получай. Поэтому, конечно, мы все встрепенулись. У нас была планерка, у нас было совещание. Потому что мы прекрасно понимаем, насколько это сложно организационно все собрать, все вместе. Потому что и сам оркестр достаточно большой. И потом просто расписать это все по времени. Потому что и каких-то ряд встреч планируется при этом. И тут же этот, собственно говоря, концерт. Поэтому мы посидели, мы посовещались. Это было все моментально выпущено в продажу. И на наше счастье это практически моментально все было раскуплено. Потому что людям не нужно было давать каких-то длительных сроков. Месяц, два на раздоме и так далее. Они только услышали фамилию Гиргиев. Они только услышали оркестр Мариинского театра. Все-таки они приезжают. И да, и фактически день за днем эти билеты разбирались, разбирались. И на данный момент, хотя еще есть там, казалось бы, пару дней, но нет, билетов больше нет. Ну и пользуясь случаем, не могу не спросить и про еще одно событие, которое состоится, правда, уже на другой сцене, на сцене театра драмы имени Кольцова. И непосредственно 9 мая тоже будут звучать со сцены театра драмы стихи и песни. Там тоже большой репертуар, да? Да, в прошлом году появилась такая задумка. Это был молодежный симфонический оркестр под руководством Евгения Менгалева. Он как раз дирижер. И он обратился к драматическим артистам, потому что есть все равно разница, когда работают профессионалы, оперные певцы и так далее. Это поставленный голос, опоры и так далее. Когда работает драматический артист на сцене. Но это несколько другая история. Я не скажу что-то хуже, что-то лучше и так далее. Это просто по-другому. И потом это работают актеры. Они же еще где-то в какой-то момент, они могут выдержать паузу, они могут просто этой песней фактически разговаривать с залом. Даже не пропевая какие-то вещи, а просто вести диалог с залом. Поэтому такая задумка возникла в прошлом году. Мы ее реализовали. Я тоже принимал в этом участие, так как и по сей день я являюсь, помимо директора Воронежского концертного зала, я еще и актер Воронежского драматического театра, поэтому мы работаем по разным фронтам. И мне это очень приятно, что я имею возможность и там выступить, и здесь. Потому что считаю это очень необходимым и нужным, особенно в наше сегодняшнее время. И да, и это... Там работать будут только актеры Воронежского театра драмы имени Кольцова. Там нет приглашенных. Если у себя я имею такую возможность пригласить такую профессиональную соляночку, то там нет. Там чисто драматическое исполнение. Но, тем не менее, тоже интересное мероприятие. Безусловно, да. И причем они ни в один день, ни в одно время. Поэтому можно посетить и то, и другое. И, наверное, имеет смысл еще раз просто пригласить на те концерты, на которые еще и остались билеты. Я так понимаю, что это речь идет про, собственно, 4 мая 19.00. Который мы какое-то время подумали над названием, долго думали, но мы решили назвать его «Дорога к победе». Потому что дорога, она пока продолжается. У нас пока нет остановки. Мы пока идем. Мы пока идем к этой основной победе, в которой, я думаю, что не сомневается никто из жителей нашей страны. Спасибо за беседу. Спасибо большое, Ваня. Вы смотрели «Вечер вместе». Меня зовут Иван Грещук. Все выпуски наших программ вы можете найти в интернете на нашем сайте «Тройное» в ТВДФизгуберния.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова